Знакомства начали с вопросов наиболее злободневных для молодежи. Как казалось, ситуация с роддомом, что ждать в ближайшее время, беспокоит молодых людей. Коряжевский родильный дом не закрывается, он остается, но это будут первые уровни физиологические роды. Это не говорит о том, что Коряжево останется вообще без родовспоможения. На сегодняшний день вопрос отправки тех женщин, которые рожают с патологией, он и на сегодняшний день также решается. Воспользовавшись моментом, глава города Андрей Ткач постарался объяснить молодым людям, что значит четыре койки, которые останутся в Коряжевском роддоме с открытием перинатального центра в Архангельске. При возможности, при желании и при необходимости коек достаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих родильного, тех, кто будет рожать, всех желающих. Другое дело вопрос в персонале. То есть если на сегодняшний день у нас отсутствует круглосуточный реанимационный пункт для детей новорожденных в родильном отделении, то говорить о том, что будет оказана полная помощь при экстренных угрожающих жизнесостояниях ребенку и роженице с учетом быстроты принятия решений и оказания медицинской помощи. Наверное, на сегодняшний день этот вопрос как раз и является основополагающим. Глава города Андрей Ткач пообещал по приезду участников с форума организовать встречу с главным врачом Коряжевской городской больницы, чтобы развеять все сомнения относительно роддома. У нас родовспоможение на высоком уровне. Оно и оснащено, и персонал замечательный, хороший, и акушерки, и неонатолог. Но того количества, которое есть, его не хватает на всех. Возмещение затрат за проезд – это одна сторона. Да, но транспортная составляющая, которая у нас – это все-таки не ближний свет, это 600 километров. Вот здесь, конечно, другое. На форуме участникам предстоит заниматься проектной деятельностью по вопросам и проблемам, актуальным как в целом для региона, так и города Коряжба в частности. Каждый из участников выбрал наиболее близкую для себя кему проекта. Кемо и Кейс называется «Инновационное развитие Архангельской области». Задача перед нами поставлена уже организаторами форума. Это разработка наиболее перспективных и интересных направлений, а также обязательно их экономическое обоснование с целью дальнейшего внедрения в рамках нашего региона. То есть существует целая программа развития по стране инновационных технологий. То есть много уже мелькает, и Сколково постоянно в новостях пиарят. Но это не единственный, так скажем, центр, где происходит развитие инноваций. В связи с чем и Архангельская область к этому присоединяется, мы в рамках нашей работы будем выбирать наиболее интересные и с точки зрения экономики эффективные проекты для реализации на территории наших муниципальных образований. Конкретно интересен вообще в принципе туризм в Арктике, потому что это довольно такая чепетливая тема. Я так себе не очень представляю, какой это может быть туризм. Много может научат, покажут. И также для развития туризма у нас. Можно что-то посмотреть, что-то увидеть. Плюс мы будем в сентябре проводить огромный тур слет, и может что-то тоже будет важное для этого, подчеркнем для себя. А Семишарина и Евгений Петровский высказались за экологией. Выбрали тему раздельный сбор мусора и переработка отходов, где смогут использовать пример комбината в том числе. Это очень, я считаю, важный вопрос. Особенно вообще не только в нашей области, но и вообще во всех областях по России. Потому что многие страны уже занимаются этим и разделяют изначально мусор на разные части. Потому что его можно провести дальнейшую переработку и использовать повторно. Это и дополнительные рабочие места, возможно, как по открытию, так сказать, новых перерабатывающих пунктов, так и повышение экологии, что более важно. В числе участников форума представители Совета молодежи при правкоме комбината. Трое из них недавно принимали участие в форуме трудящейся молодежи Архангельской области. Поэтому команда 29 для них еще одна возможность подчеркнуть знания, набраться опыта и затем найти им приложение у себя в городе. Детский технопарк – это все наше будущее, наука и дети, они взаимосвязаны. Поэтому интересно это развивать у нас в городе, чтобы никуда молодежь не уезжала, а оставалась здесь работать. У нас есть предприятие, на котором нужны золотые кадры. Мы выбрали этот кейс, потому что у нас сейчас очень много молодежи уезжает, не остается в коряжме. Как раз развитие детского технопарка – это очень актуально. Вообще в целом для страны. Но в нашем городе вообще слабо с этим, если честно. Поэтому вот съездим, посмотрим, какие проекты можно реализовать у нас в городе. Ну и будем реализовывать. Участникам форума предстоит публичная защита проектов, на которой будут присутствовать губернатор Игорь Орлов и главы муниципалитетов региона. Андрей Ткач пообещал выступить в защиту разработанных проектов, а пока до отъезда предложил свою помощь. Подобные темы разработаны в рамках проекта развития коряжмы как моногорода. Молодые люди в Ванеге не оставаться. Зернуться все-таки в коряр, но здесь нужно. На встречу участников интересовало не столько, как добраться, где будет проходить форум, а есть ли там Wi-Fi. Потому что среди советов организаторов, что взять с собой, значится ноутбук. Ну а как заметил глава города, последним пунктом стоит гитара или другой пузыкальный инструмент. Так что форум обещает быть разноплановым.